Всех приветствую на своем канале, с вами Йорн и сегодня дорогие друзья мы поговорим о том, какой же прирост в процентном соотношении параметров здоровья, атаки и защиты у ваших героев, когда вы их возвышаете. И почему не стоит качать звезды после прокачки белой рамки ваших героев, лучше сфокусироваться на каких-то других. И сейчас у вас на экране появится табличка, в которой вы увидите вот эти вот как раз таки проценты. Когда вы прокачиваете героя с элит до элит плюс, прирост по параметрам в 38,3%, с элит плюс до легенды 28%, с легенды до легенды плюс 14,9%. И здесь мы с вами остановимся. И в принципе вы теперь понимаете, что когда вы проходите с самого начала эту игру, с самой первой главы, то все гораздо легче, чем более поздний. Понятно, что вы прокачиваете уровни и не только возвышаете ваших героев, и при прокачке определенных навыков герой становится гораздо жестче. Ну допустим многие раскрываются со 161 уровня, а какие-то в более поздней игре, после только 200. И за счет этого вы идете дальше-дальше, потом вы останавливаетесь на каких-то этапах, очень жестко оседаете. И как только прокачиваете героев, допустим с легенды плюс уже до мифика, там идет прирост в 6,4%, вы идете дальше. Потом с мифика до мифик плюс прирост в 6,6%. И опять идете дальше. Также прокачиваете уровни, потому что вы возвышаете героев. И когда вы уже прокачиваете героев с мифик плюс до возвышения белой рамки, прирост по параметрам 15%. Все идет очень круто дальше, и потом на 23-24 главе вы просто оседаете, и все идет гораздо медленнее. Почему? Ну во-первых, потому что вы дальше качаете резонирующий кристалл. Он идет гораздо слабее по прокачке, медленнее, потому что здесь поначалу вам жестко не хватает эссенции героя, а потом вам жестко не хватает золота и энергии, которую вы получаете как раз таки из Гоэлф Компании. И когда вы начинаете качать дальше героев на звезды, там уже прирост просто мизерный. Вы сами видите 2,5% в среднем. Это очень мало, на мой взгляд. И разработчики здесь реально как-то, мне кажется, накосячили. Потому что когда я в свое время гнался за звездами, я прокачивал и не мог понять, почему такой маленький прирост. Ну почему? Не должно быть так. Там-то в среднем гораздо больше по параметрам прирост в начале, чем здесь звезды. А надо потратить 2 копии героев. И поэтому я вам советую, что ни в коем случае не гонитесь за звездами. И когда, допустим, вы уже собрали Шемиру или, допустим, Хасаса или Немору до белой рамки, качайте других героев. Не стоит покупать, затрачивать ресурсы дальше копии героев, чтобы прокачивать им звезды. Качайте звезды только в том случае, если вы уже полноценно вытаскиваете эти копии героев с призыва. Я думаю, здесь все понятно. И вывод какой напрашивается, что разработчики специально намеренно так затягивают игру, чтобы вы, естественно, не теряли интерес. На этом, дорогие друзья, у меня все. Надеюсь, эта информация вам поможет. Оцените ее лайком, подпиской на мой канал. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.